Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу. Давайте будем провозглашать благословение. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Начало всех ответов для нас это понять, кто я такой. Знать свою идентичность. Кто я такой? Сегодня Бог с нами. Сегодня Бог нам с вами. Он говорит о благословении. Бог нас призывает народом Царства Небесного. Поэтому желаю, чтобы в течение одной недели через восстановление своей идентичности могли шаг за шагом идти и наслаждаться новыми благословениями. До вчерашнего дня у нас была конференция для бизнесменов, бизнес-миссионерства. Это послание не только для бизнесменов, но и для всех наших верующих, которые на местах действия находятся. Поэтому желаю, чтобы вы все прослушали, затем упорядочили. И вот до следующего года вы могли тоже испытать это слово. И потому что вот сейчас есть люди, которые участвовали, а есть те, кто не участвовали. И желаю, чтобы вы обязательно сделали это послание своим посланием. И действительно, чтобы наши верующие в церкви Хана и все наши бизнесмены в церкви Хана и лидеры простых верующих стали людьми, которые будут менять в течение этой эпохи. Значит, есть то обещание, которое Бог нам дал. В Библии лучшее обещание. Это престол Божий. То есть поэтому Бог послал Иисуса на землю. И Иисус Христос, когда пришел на эту землю, первое слово, которое Он сказал, Матфея 4,17 «Покайтесь, ибо Царство Небесное приблизилось». Значит, Он говорил о благословении престола Божьего. И перед тем, как вознестись, когда Иисус собрал учеников, Он тоже на последнее слово. Деяние 1,3 Он говорил в течение 40 дней о делах Царства Небесного. В Библии так Он говорит. Когда будет получаться вот это благословение престола, тогда будет проявляться сила Божия, которая превосходит пространство и время. Поэтому наши бизнесмены, наши учащиеся ремнанты, вот действительно, это сила, которая нам, сила, которая нам необходима. Не та сила, чтобы воевать, чтобы соревноваться с другими людьми, а сила, которая превосходит, сила Божья, которая превосходит пространство и время. И эта сила нам нужна и на местах работы, и на местах учебы. И я желаю, чтобы все наши верующие Царь Пехана стали людьми, которые получают эти благословения. И вместе с этой силой, которая превосходит пространство и время, сходит Свет Божий на 237 стран мира. И вот эта удивительная тайна, это удивительное благословение. Действительно, уникальным образом Бог дает человеку, который был создан по образу Божьему. Поэтому Бог, он человека сотворил по своему образу и Божьему. И Бытие 2.7 сказано, «И вдохнул в ноздри человека дыхание жизни и стал человек душой живой». Послушайте, мы созданы по образу Божьему. И Бог дает нам этот образ Божий. И написано, «Вдохнул дыхание жизни». Вот особым образом от нашей жизни, если у нас будут благословения, что мы будем наслаждаться каждый день, восстанавливать это. образ Божий. Тогда все будет приходить. Вот если мой, вот если мой дух, моя душа будут оживать, тогда вообще не о чем будет беспокоиться. И ради этого благословения Бог, Он создал нас по своему образу и подобию, по своему образу и подобию, и ради этого вдохнул у нас дыхание жизни. Иисус Он воскрес и явился ученикам. И тогда Он говорит слово. Иисус Он говорит ученикам, примите Духа Святого. «Сказав это Дуну, и говорит, примите Духа Святого». Вот написано Дуну, примите Духа Святого. Вот это то же самое, что и сказано в «Бытие 27», что вдохнул дыхание жизни, и человек стал душою живую. Та же самое вдохнул дыхание жизни, примите Духа Святого. Вот апостол Павел, он тоже это понял. Поэтому если посмотреть, поэтому если посмотреть послание Коринфянам, то сказано, что все пребывайте в одном Духе. И вот этот Дух Святой, который нам дан, он восстанавливает те благословения, которые были даны человеку в Эдемском саду. То есть, когда Дух Святой сходит на нас, тогда те благословения, которые были в Эдемском саду изначально, они восстанавливаются в нашей жизни. Поэтому что важно? Вот это благословение престола уже дано мне. То есть, навеки это благословение, престол принадлежит мне. Поэтому очень важно, что вот это благословение, оно формирует мое духовное состояние. и необходимо, чтобы вот это благословение проявлялось в моей жизни. Так что я, вы, вот каждый день, на что должна смотреть моя душа, мой дух? Должна смотреть на престол Божий. Почему? Потому что нам, которые были созданы по образу и подобию Божьему, Бог дал вот это благословение престола, и душа моя на каждый день должна смотреть на Господа и оживать. И о чем нам необходимо думать? Направление нашего мышления. Бывает, оно направлено на сердце мое. И бывает, наоборот, мое сердце направлено вот, мысли и душа, оно все связано. Но суд одна и то же. Есть ли Бог сейчас в моем сердце мысли или нет? Есть ли престол Божий или нет? Поэтому направление нашей души всегда должно быть направлено к престолу Божьему. Смотрите на престол Божий. А также, когда я смотрю на моего Господа, тогда все, что есть в моей жизни, все, что связано с моей жизнью, начинает оживать. Другими словами, благословением, которое приходит с престола Божьего, вот мне передается сейчас. То есть, вот это благословение, оно приходит с неба, и оно действует на всех моих сферах деятельности, которые связаны с моей жизнью. И вот это называется «Ответь Евангелие во всем». Поэтому в нашей жизни веры самое важное это испытывать силу Царства Небесного, силу престола Божьего, который превосходит пространство-время и испытывать свет, который сходит на 237 стран мира. А если это не получится испытать, тогда вот как многие люди живут? они живут ради себя и ради достижения своих планов. И тогда, конечно же, ради достижения своих планов люди, они усердно все делают. Почему? Это же мои планы. И они не наслаждаются благословением престола, и вот они не видят вот это благословение Света Божьего, которое сходит на 10-17 стран. Поэтому такие верующие, они просто живут усердно для достижения своих целей. Поэтому люди в этом мире, вот они такие очень привлекательные, такие образованные, потому что все они живут ради достижения своих целей. и вот люди даже верующие, они смотрят на этих людей, на мешких людей, они восхваляют и восхищаются ими. И вот я тоже сегодня видел одну передачу, вот один приехал, один иностранец сюда, страдал, но преуспел, так усердно жил и восхищались. и у него брали дверью, и он сам говорит, да, до сегодняшнего дня я жил для достижения своей цели. И это очень вдохновляло других людей. Но в этом мире все оно греховное. Поэтому люди этого не зная, они усердно пытаются приобрести вещи в этом мире. И поскольку люди не знают Божьего метода, то они усердно это все делали своими. Но Бог дал нам благословение престола Божьего, силы Божьей, которые превосходят пространство времени, благословение света Божьего. Поэтому людям остается постоянно соревноваться в этом мире, соревноваться в этом мире, беспокойство, заботе, свое так вот жить. Почему? Потому что люди имеют только мирские вещи. Послушайте, неважно насколько хорошие эти мирские вещи, но они не могут удовлетворить человека. Поэтому в итоге люди живут в этом мире постоянно соревнуюсь. Соревнуюсь. Вот так вот люди живут. Ну и дальше как происходит? Вот в итоге хоть люди усердно пытались что-то делать, они не могут остановиться больше. И постоянно делают что-то усердно. То есть они не могут увидеть что сзади, что впереди. Они только смотря на успех прилагают усилия. Но в итоге если мы посмотрим вот эти благословения престола, сила Божия, света 237 стран, они не знают эти благословения. Поэтому могут ли они по-настоящему преуспеть? Нет, они находятся вот в основном какие-то неудовлетворениях. Поэтому у них есть блуждания, у них конфликты. И в итоге такие люди поклоняются идолам, ходят к шаманам, гаданиям, и вот сами впадают в культуру исполинов. Даже того не понимают. но несмотря на сколько человек впал в эпоху исполинов, обязательно придет ограничение. Вот эти что значит придет ограничение? Вот в момент решающий ключевой люди заканчивают жизнь убийством. Почему? Вот Бог уже дал нам благословение Христового Божьего, Царства Небесного, силы Божьей, света 237 стран, и люди которые не могут этим наслаждаться они живут таким образом. Поэтому прежде всего нам в самом начале это внутри молитвы испытывать силу Божью которая приходит из престола Божьего и испытывать каждый день что свет Божий сходит на 237 стран мира. Послушайте если так не получится тогда не важно как я усердно веду жизнь веры неважно как я пытаюсь вести правильную жизнь веры значит не будет получаться те благословения которые Бог дал в самой основе поэтому такая же сфера она приходит к поражению пастор тоже не исключение служители церкви не исключение да и верующие не исключение прежде есть то что необходимо наслаждаться есть то что Бог дует это Божье благословение что это за благословение престол Божий сила которая превосходит пространство времени и свет 237 стран мира а без этого если вести жизнь веры тогда ответов нет ну кажется что веры есть что есть ответы ответов нет да и жизнь веры такая она очень тяжелая значит люди пытаются в этом мире что-то сделать но нет удовлетворения затем они еще больше прилагают усилия и ходят туда-сюда да потом и пытаются вести жизнь веры но ведут жизнь веру не благодатью а усилиями и постоянно думают вот надо что-то мне сделать тогда я буду хорошо играть тогда я что-то сделаю тогда я получу ответ то есть все ответы они нацелены на достижение вот этого своего но в итоге как будет придет серьезная духовная проблема постоянно будут приходить эти проблемы и таким образом что будет происходить с этим миром вот я говорил уже на прошлом неделе воскресенье значит вот сейчас в мире знания они вообще они очень сильно развиваются даже за день все меняется и необходимо быстренько сейчас научиться различать знания значит даже Даниил тоже об этом говорит вот мы встаем и уже перед лицом нашим уже новые предвозами уже новая информация но тем не менее нет духовных знаний то есть люди они люди этот мир они впали в духовное невежество поэтому они говорят о каком сатане вы говорите значит офисианам 6.12 сказано что наша борьба не против крови а против духов злобы поднебесной то есть против сатаны говорится потому что вот этот злой сатана он сейчас держит он держит мера правителей этого мира поэтому нам необходимо молиться за политиков у него есть у него власти мироправитель это значит те у которых есть власть поэтому сейчас увеличится количество людей которые обладаем злыми духами почему так потому что в этом мире действует злой дух поэтому люди обладая злым духом увеличатся почему люди впадают в алкоголь в зависимости во всякие похоти потому что есть тот в этом мире который держит всех людей, он является тьмой. Поэтому люди на местах действия, они сталкиваются с духовными проблемами. И потом, кто-то не поймает, почему это произошло. Поэтому хоть и увеличивается знание, но люди по-прежнему впадают в духовное невежество. То есть сейчас очень много сильных людей. Очень много людей, которые легко поступают в Северский университет. Я вижу, что сейчас вам тоже трудно иногда в мире. Послушайте, в этом мире много людей, которые сильные, но они находятся в духовном бессилии. Другими с вами, у них нет вообще никакой духовной силы. Поэтому они вроде бы что-то достигнут, а потом заканчивают жизнь самоубийством. Но кажется, что они какого-то успеха-то достигли, но достигают успеха и людей убивают. Почему? Потому что духовной силы нет. Много людей сильных, но люди находятся в духовном бессилии. А почему люди находятся в духовном бессилии? А потому что они находятся в духовном невежестве. Если ты находишься в духовном невежестве, само собой, что ты в духовном бессилии. Тогда что будет происходить с таким человеком? Что станет с этим миром? Вот такой человек приходит в церковь, а в церкви не состретачивается на Иване, там состретачивается на Мерском. Поэтому в жизни человека проявляется действие сатаны. И происходит действие, что как бы эпоха исполинов. То есть, чем больше проходит время, тем больше мир впадает в кризис какой-то. Значит, Библия очень четко об этом говорит. Уже было пророчественно, Матфе 24 глава, что в последнее время еще хуже будет, еще больше трудностей будут. Даже больше скажется, что во все сферы деятельности придет кризис. Вот сейчас нас есть корона, но послушайте, в будущем будет еще большая проблема. И тогда как нам необходимо поступать? За что нам необходимо одержаться? Необходимо получить важный ответ сейчас. Это и есть сегодняшняя тема. На местах действия пускай корни благословениями спасения. Потому что в будущем придет эпоха, когда будет очень много проблем. Поэтому для нас самое основное, это на местах действия пускай корни в благословение спасения. И вот, что самое важное в том, чтобы пускать корни? Первое, необходимо знать, кто я такой. Это, вот, необходимо понять, что вы и я, мы являемся народом завета. Мы, первое, народ завета. Значит, вот в Второзаконии 6.5 говорится очень важно. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. То есть, люби Господа, Бога твоего. Что это значит? Послушайте, необходимо осознать ценность Евангелия. И тогда я смогу любить Бога всем сердцем, душою и любовью. Вот это значит. Необходимо осознать ценность Божию. Вот это значит любить Бога сердцем, душою и силами. И если мы сможем восстановить ценность Бога и Евангелия, тогда отсюда выйдет ответ. Мы поймем, кто мы такие. Кто я такой? Какая моя идентичность? Значит, я народ завета, которого Бог купил своей кровью. То есть, от выявления ценности Бога и Евангелия, выйдет понимание, кто я такой. Дремя с вами, только осознав ценность Евангелия, отсюда выйдет понимание, что я народ завета Божьего. А что значит быть народом завета Божьего? Бытие 1.27. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Это значит, Бог сотворил нас как народ завета. И Бытие 2.7 сказано, вдохнул человека дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть, мы имеем положение какое? Мы народ завета, который имеет заветное отношение с Богом. Это что значит? Это значит, что образ Божий находится внутри меня. Поэтому меняю жизнь. Вот это моё положение такое. И вот это благословение, оно было в Эдемском саду. Вот вы уже хорошо знаете, да? В Эдемском саду вообще недостатка не было, идеальное место было. Значит, послушайте, вот в Эдемском саду всё было идеально. Но в Эдемском саду они совершают грех и они упускают благословение Эдемского сада. То есть, и упустили то благословение Бытие 2.7, что вдохнул дыхание жизни и человек стал душой. То есть, люди потеряли все благословения. Но теперь мы восстанавливаем свою идентичность. Ага, я, народ, завета Божьего. И Бог является моим Богом. И вот давайте посмотрим об этом в 7 стихе, а, в 10 стихе, это разоконие 6.10. Давайте вместе прочитаем. «Когда же ведёт тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил». Значит, после того, как мы поймём нашу идентичность народа Сарства Божьего, народа завета Божьего, тогда Бог, Он, Бог, Он нас ведёт в ту землю, которую Он нам обещал. Он, как сказано в 10 стихе, сказано, «Ведёт тебя Господь в ту землю, которая клялся отцам твоим». И ещё сказано, что мы будем, мы получим большие, хорошие города, которые не строили. Как? Как это можно, как можно получить эти дома? Ведь мы же их не строили, вот эти города. Значит, мы получим это не потому, что мы будем что-то строить, что-то делать. Нет. Значит, это то благословение, которое Бог нам даёт, как народу завета. Даже если мы не понимаем ещё до конца, все вещи. Сказано, «Дам тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил». Здесь тоже говорится о том, что тогда я смогу понять, кто я такой. Когда я пойму, что я народ завета, тогда на меня сойдёт Царство Небесное. На каждое место, куда я пойду, будет сходить Царство Небесное. И вот эти могу наслаждаться на местах действия. И тогда буду получать ответы во всём. Это значит, что Царство Небесное будет сходить. Послушайте, Царство Небесное — это ответ, который превосходит пространство и время. Но в реальности, в действительности, сейчас превосходит Царство Небесное. Сейчас Царство Небесное сходит, превосходя пространство и времени. В тот момент, когда я восстанавливаю свою идентичность, то я такой. Поэтому нет необходимости нам бояться этого мира. Необходимо нам перестать бояться мест действий. Если мы боимся, это говорит о том, что мы не знаем, мы не испытали и не обсуждаемся благословениями Божьими. Сейчас Бог нам дал благословение — Крестол, Царство Небесное, Сила, Свет, весь этот из 7 стран. Поэтому, когда мы с этими благословениями выходим на местах действия, тогда нам надо бояться. Послушайте, и на местах действия мы не боимся. Что значит не бояться? Это значит в том, что Бог действует Светом. Почему нам бояться? Поэтому народ Завета, куда бы он ни пошел, там сходит Царство Небесное, которое происходит в пространственном времени. То есть, светит Светом Бог. Так что вся тьма, она сокрушается. Поэтому, возможно, у вас есть страх из-за проблем, обстоятельств, еще чего-то. Желаю, чтобы Свет Божий сошел на вашу землю. Чтобы Свет жизни пришел на вас. Исайя 61. Желаю, чтобы на вас сошел тот Свет, о котором говорится, Исайя 61.2. Тот Свет, который все завоевывает. Значит, почему на местах действия к нам приходит страх? Потому что мы находимся во тьме. То есть, народ, народ Божий, народ Завета тоже находится во тьме. Поэтому, во время событий, происшествий, боятся. поэтому, когда мы будем знать по-настоящему благословение народа Завета, тогда, куда бы мы ни пошли, на каждое место действия, туда будет сходить Свет Божий, и тьма будет исчезать. И вот это благословение приходит тогда, когда я осозную, кто я такой. Давайте скажем, я народ Завета. И тот человек, который осознал эту ценность, ему говорится одиннадцатый стих. Второзаконие 6.11 «И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодьями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которые ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Послушайте, когда мы знаем нашу ценность, кто мы такие? Вот это есть понимание ценности Евангелия. И ответ, который придет тогда, вот, описывается в одиннадцатом стихе. Дома, затем колодязи, затем вот со всяким добром, который ты наполнял виноградниками, маслинами. Послушайте, вот это происходит, и это можно испытывать, когда мы каждым будем наслаждаться, открывать для себя, напоминать себе ценность, ценность народа завета. значит, смотрите, Иисус, Он уже нам все дал, но до сих пор, если посмотреть, то мы не можем до конца наслаждаться этим. Мы не можем до сих пор наслаждаться благословениями спасенного. И сейчас очень много людей, которые живут таким образом. Поэтому наш Господь, Он хочет, чтобы все благословения, которые у нас есть, мы поставили их как знамя, но мы не колебались из-за этого мира. Поэтому по-настоящему я благословляю вас, что вы стали теми, которые будут восстанавливать и наслаждаться благословениями народа завета. И 12 стих говорит, «Тогда берегите, чтобы ты не забыл Господа, который выводит тебя из земли египетской издомля рабства твоего». Значит, если вот если у народа Божьего будет уверенность в том, что он является народом завета, тогда получится наслаждаться благословениями, которыми Бог дает. Значит, послушайте, когда израильские народы были в пустыне, у них было много трудностей, но на все это Бог давал ответы. Вот действительно так, пока мы живем на этой земле, у нас могут быть проблемы. Но если так внимательно посмотреть, то Бог дает ответ сейчас нам. И внутри вот этих трудностей сокрыты эти благословения. А израильские народы это не видят, поэтому было недовольство, ропот. Поэтому путь по пустыне, путь в пустыне, это не путь в пустыне. Это благословение, когда мы можем получать Божье благословение и испытывать Божью силу и ответы. Поэтому если посмотреть 13-14 стихи, то если мы будем преисполняться, то есть мы будем наслаждаться благословением престола Божьего, тогда получится не делать, что не делать? Написано «Бойся Бога твоему, Ему служи, и не следуй иным другим Богам, Богам тех других народов, которые вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть, покривните». И затем 16-17 стих «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе». Значит, если мы не будем поклоняться едам, слушать другим Богам, тогда сам Бог будет нас защищать. 18-19 стих «И сделай справедливое доброе преддачами Господа, дабы тебе хорошо было, дабы ты вошел и овладел добрую землей, которую Господь склятвою обещал Отцам твоим, и чтобы Он прогнал все врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Значит, если мы будем осознать, если будем осознавать благословение спасения, тогда все наши враги, Бог сам будет с ними, Бог сам будет с ними расправляться и решать это все. Значит, вы народ завета, поэтому народ завета каждый день должен открывать для себя, наслаждаться благословениями спасения. Другими с вами нам каждый день необходимо находить свою ценность и идентичность. И тогда Бог поставит нас свидетелями, которые будут говорить о делах Его. Именно ради этого Бог призвал нас. Поэтому вы не колебьтесь, потому что будет много всяких событий, происшествия, но вы из этого не стоит вам колебаться. Вот на прошлой неделе я говорил уже, что есть марафон. Значит, вот тот, кто бежит марафон, когда он бежит, он не должен смотреть на что-то другое, не отвлекаться. Вот так же самое. Бог призвал нас как народ завета, для того, чтобы мы следовали за заветом, а остальное Бог будет сам делать. А если перед нами будут враги, то сам Бог расправится с ними. Иногда вам кажется, а это проблема. А когда пройдет время, то мы понимаем, как сказано, то мы понимаем, что это как Римлянам 8,28, все содействует как благо. И вот тогда оказывается, а Бог вел меня, чтобы я мог тоже так исповедовать. Вот я благословляю вас, во имя Господь Иисус Христа, что вы побеждали. И второе. Теперь нам необходимо стоять перед потомками. Вот насколько мы пустим корни в этом благословении, настолько мы можем передать это благословение. Поэтому очень важно передать потомкам. Давайте посмотрим 20-21 стихи. 20-й стих. 20-й стих. Если спросят у тебя сын в последующее время, говоря, что значит все уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш. Послушайте, если наши потомки, наши дети спросят об этом, нам необходимо ответить. Что ответить? Мы слабы. То есть иногда мы можем тоже падать, мы можем спотыкаться, но когда мы встаем и смотрим нашего Господа, вот это потомки наши видят. значит бывают трудности, бывают конфликты, бывают падения, бывают наши жизни, все. И вот на местах действия тоже происходят различные события. Вот мы тоже тогда чуть-чуть теряем контроль. Вот посмотрите на Давида, а как вот с какими трудностями он сталкивался. Вот с такими трудностями, что он плакался Господу. То есть до такой степени ему было тяжело, вот мы можем видеть это в псалмах. Но что тогда делал Давид в то время, он смотрел на Господа. Значит у нас то же самое, было время, когда мы падаем, когда нам тяжело, но тогда необходимо смотреть на Господа. И потомки будут это видеть. Вот кажется, что в этом мире есть все для жизни, что это является стандартом жизни, но это не так. Но если мы будем жить ради Сарства Божьего, тогда родители, наши дети, они увидят это. Тогда дети увидят, что мы живем при поддержке Сарства Божьего, и вот это передастся детям. Вот сегодняшнее место в Писании сказано, да, то скажи сыну твоему. Вот туда получится сказать, значит, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкую. Вот так же самое мы будем говорить, что Бог является нашей поддержкой. И вот это надо передать потомкам. послушайте, вот особенно дети наши, когда они спрашивают нас, значит, вот тогда нам необходимо ответить, что Бог является моей поддержкой. Что у меня есть поддержка. Это Бог, который хочет, чтобы я стал свидетелем для двусотрасси семи стран мира. И вот потомки, увидя это, увидев такой ответ, они последуют за нами. Послушайте, значит, Евангелие является стандартом всего в этой жизни. Поэтому, когда ваши дети будут смотреть на вас, они тоже это поймут. И я желаю, что вы всегда рассказывали своим детям об этом. Это был форум. Вот мы тоже часто говорим, евангельский род, род завета. Послушайте, конечно же, это хорошо, когда есть такой род, где из поколения в поколение передается завет. И путь, чтобы моя семья стала евангельским родом, это постоянно проводить форум в семье. Вот Авраам, вот Авраам, он передал завет своему сыну Исааку, когда чуть ли не убил его. То есть Исаак, он под страхом смерти получил этот завет. Но, к примеру, в семье у Лота не было форума со своим отцом. Поэтому сказано, что Лот и его семья, они более созротачивались на земледелии, нежели на Божьем Слове. Поэтому они стали рабами в будущем, в колонии стали. Поэтому что сказано? Что люди, у которых нет завета, они всегда идут другим путем. И то же самое. Вот он тогда упустил Слово и он взял сторону, пошел в ту сторону, в которую идет весь мир. Вот это действительно такой мир. Что необходимо передать нашим потомкам? Как сказано, скажи им. Надо сказать, что во Христе есть все ответы. Вот я желаю, что вы стали такими родителями. Вот это самое важное благословение. Да, конечно, хорошо вот эти материальные вещи в мире. Да, конечно, хорошо иметь хорошее все подготовить в своей жизни. Но из-за этого люди не падают. А Бог нам во Христе дает всю мудрость, все благословения, все сокровища. И пока мы не сможем до конца это открыть, необходимо постоянно детям передавать Евангелие. поэтому если вы посмотрите вот сегодняшнее место писания, то сказано, что передай детям своим, что Бог вывел из Египта. Затем 22 стих, что Он проводил разные знамения. 23 стих, что Он ведет нас в землю. И 24 стих, соблюдать необходимо заповеди заповеди Божьих. То есть и за нас потомки должны получать Божье благословение. И вот тогда через меня, через потомка будет проявляться благословение Божье. Давайте подытожим слово. Дух Святой, Дух Святой, Дух Божий, Он пребывает со мной до конца земли. И вся мудрость и все в моей жизни этим управляет тоже Дух Святой. Поэтому сказано, что кто знает глубины Божьей, как не Дух Божий. То есть мудрость, понимание, все мне дает Дух Святой. Поэтому все прошлое мое, это для меня основание. Почему? Потому что если Дух Святой меня ведет, тогда все прошлое мое, даже если оно было тяжелым, ничего страшного, все это основание. А будущее мое тогда как? А будущее мое находится в Божьем плане. Поэтому вот моя реальность тогда сейчас это что? Вот нынешнее время. Значит во всем моем нынешнем времени есть Божий план, есть Божья воля. Значит какая бы реальность сейчас окружала, где бы я сейчас ни был, там есть Божий план, там есть Божья воля. Вот израильский народ, они стоят перед Черным морем. Многие люди не беспокоились, переживали. Бог через это Черное море, Бог хотел проявить свой план великий. Значит потом благодаря этому Черному миру по всему миру проявилось и узнали о силе Божьей. Значит послушайте в нашей жизни могут происходить разные вещи. У чата Божьего могут что ну разное что происходит но и это и внутри этого проблемы ситуации во время всякой работы Бог совершает свое дело. То есть Бог Он всегда находится внутри моей реальности. То есть у Бога внутри моей реальности есть добрый план, есть своя воля. Вы посмотрите как вы посмотрите что сказано в Иереме 29.11 что Бог Он не хочет нас проклинать а наоборот Бог Бога намерение во благо для меня чтобы дать будущность и надежду поэтому Бог Он желает чтобы в будущем я был использован ради Божьего благословения я благословляю вас на это. И так живите зная Божью волю зная Божью ценность и если я не познаю Божью ценность тогда я не смогу познать себя а если я не смогу познать себя тогда у меня не получится жить вера и тогда никто не сможет остановить духовные проблемы которые придут к человеку поэтому необходимо на месте действия пускать корни благословения спасения и желаю чтобы на каждом шаге в каждом вашем шаге мы могли наслаждаться этим благословением бог благодарим тебя ты помоги нам испытать что все благословения есть во Христе а также благослови что мы всегда могли наслаждаться благословением престола силы Божьей и света на 237 стран мира и пусть эти благословения перейдут также на наших потомков во имя Иисуса Христа нашего Господа живо молимся с благодарением прославляю аминь иисуса Христа